Написанное нами решение с большой вероятностью пройдет все тесты в тестирующей системе. Тем не менее, у него есть один существенный недостаток. В функции getItemProfit используется вещественное деление. Это, во-первых, очень медленная операция, а во-вторых, она приводит к потере точности, как и все остальные операции с вещественными числами. Давайте избавимся от деления, заменим его на умножение, что в данном случае возможно. Для этого нам придется заинлайнить функцию getItemProfit. И заменить деление в правой части на умножение в левой, а деление в левой части на умножение в правой. функции getItemProfit нам больше не нужны. Нужно заметить еще одну небольшую вещь. Так как weight и value у нас хранятся в тип int, то их произведение может быть больше, чем 2 в 32. даже больше, чем 2 в 31, то есть не поместится в тип int. Поэтому нужно использовать более вместительный тип. Например, std-in64t для вычисления произведения. Для этого нам еще понадобится подключить соответствующий заголовок. Проверяем, что программа компилируется. И теперь нужно ее потестировать. Тестировать программу и измерять время ее работы мы снова будем на имеющемся у нас большом случайном тесте. Итак, запустим программу. Видим, что ответ не поменялся, а время работы уменьшилось на 30%. Тем самым изменение компаратора позволило нам не только избежать потери точности в вычислениях, но и ускорить программу на 30%. Продолжение следует...